Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия 24. Эта программа мы вам покажем. Сегодня мы находимся в творческой мастерской, в такой лавке у Галины Прохоровой. Галина сидит рядом со мной. Галина, здравствуйте. Галина у нас является индивидуальным предпринимателем, собственной владелицей этого прекрасного, красивого места и мастером по совместительству. Здесь у нас представлены, в основном, я так понимаю, натуральные камни. И здесь же можно не только приобрести что-то по душе, что-то по вкусу, но и чему-то научиться у вас. И внести свой дизайн, свой стиль. Например, под платье, под любой образ можно создать свое украшение индивидуальное. Обычно в магазинах девушки не выбирают длину, то есть у них всегда не попадает именно длина. Вот поэтому вот такая мастерская подумала, и как бы лучше было бы девушкам, женщинам, чтобы именно свои индивидуальные, своими руками делать. Это очень просто. Просто надо иметь чуть-чуть навык и все. Ну, вы можете какие-то советы дождать, да? Да, да. Сразу, когда приходят сюда, да, я даю советы, консультирую, показываю и так далее. Угу. Ну, а что сегодня вообще популярно? Ну, я так понимаю, большинство клиенток – это женщины, девушки, да? Вот что сегодня в тренде, так скажем? Ну, натуральные камни из «Спокойный веков» у нас на первом месте, поэтому на сегодняшний день в тренде тоже они сами. Камни, да, это уже как бы добавляет какой-то статус, какой-то вот дороговизну и так далее. Угу. И сегодня мы покажем такой небольшой мастер-класс, да, по изготовлению бусс, да? Я взяла вот такие камни, которые сейчас будем нанизывать, да, с Катериной, и вот черный акад, например, это для защиты от склаза, и негатива для концентрации внимания, и перламутр. Перламутр – это женский камень на женское счастье, на молодость, красоту. Угу. Очень красиво. И будем уже делать здесь, у нас понадобятся, да, такие инструменты. Это у меня профессиональные плоскогубцы, круглогубцы и вот кусачки. И хочу вот как-то лайфхак сказать, да, я через проб и ошибок нашла вот такой именно трос. Это не леска и не нитка, это именно японский трос, который очень хорошо делается. Она как нитка, но это трос. А, да. Это вы заказываете специально, да? Пока в городе вот такого именно не видела, под заказ только беру такие. Нам нужны еще кримпы, соединительные кольца маленькие, обжимные бусины, протекторы. И для нас у нас вот такой взяла магнитный замок, карабин. Угу. Вот он тоже использовать. Угу. И все, начинаем? Давайте. Угу. Угу. Взял, отрежу и вам дам. Это мое. А вы будете сразу нанизывать. Угу. На этом. Это тоже своего рода лайфхак, потому что если вы сразу разрежете, вам конец останется вот такой. Угу. Ну, это как бы неэкономично. Угу. Поэтому я сразу нанизываю вот так. Не... Не отрезаю. Да. Не отрезаю. Возьмите, пожалуйста. Просто с перламутром хотите или в черном агата? Вот больше, наверное, ближе. Ближе, наверное. Угу. Отрезаем и просто нанизываем. Угу. Так. А я буду начинать с черного агата. Угу. Галина, ну вы за кадром, да, сказали, что раньше вообще работали с документами, да, в другой абсолютно сфере. И вот как нашли себя в творчестве? Я раньше работала именно с документами, прямо так и разговаривала с ними. Работала именно делопроизводителем, да, на должности и начальником отдела кадров. Ага. Вот так работала, работала, сидела, потом ушла в декрет. Вот. И в один день хотела именно такой же, такая же мода пришла на браслеты подать рождение. Угу. Я первый вот такой подоб себе заказала именно браслет подать рождение. Угу. И вот девушка мне пишет, аудиозапись отправляет по WhatsApp, что я очень творческий человек, у меня творческая рука, и я как бы первооткрыватель. Ну, твои идеи могу воплощать свои и так далее. И это очень хорошо получается. Угу. Вот. Потом я ушла, ааа, да, потом я увидела вакансию именно дизайнера на украшение, вот в ведущем магазине, вот в городе Якутске. И отправила резюме. Меня пригласили, и я начала уже как-то работать. Я вообще не знала, как это делается, с чего начать, как называется и так далее. Угу. И вот через проб и ошибок, самообучкой, онлайн-мастер-классами и так далее вот пришла к этому. Угу. Угу. Потом ушла, так ушла и как бы открыла свое вот такое дело, именно мастерскую, чтобы люди, девушка приходили и сами делали. Ага, сами себе, сами выбирая, потому что я сама тоже, когда, даже в одежде, да, когда покупаю, иду в магазин, то мне не нравится, вот, например, длина или что-то такое. В украшениях тоже самое. Всегда думала, вот почему бы, например, вот этой подвески, без подвески бы и так далее. Ну, я же могу сделать вот это. И как бы девушкой тоже. И самое хорошее плюс, это будет у вас получаться намного дешевле. Экономная, да? Экономная, да? Экономная, да. И так, как хочешь ты. Угу. Так, как хочу я. Могу трансформер сделать, могу хоть какой, ну, хоть какой. Угу. Участвую на ярмарках и там же нахожу клиентов, да. У меня уже есть ученица, ученица была, я обучила именно, она желала, именно горело желанием вот именно снимать с украшением. И попросила, чтобы я ее обучила. Я обучила ее, а также есть, провожу мастер-классы. И таким образом вот девушку узнают и приходят себе, делают уже украшения. Есть постоянные клиенты, которые уже не раз ходят. А сложно было открывать свое дело? У творческих людей всегда оптимизм на первом месте. Как бы риск на риске. Поэтому как бы, ну, я, да, я умела руками делать, и вот поэтому несложно было. Угу. Угу. Нашла помещение под свой график и вот с тех пор работаю. Кстати, открывалась в ноябре 23-го года, в прошлом году получается, да. Ага. А совсем недавно? А совсем недавно, да. И вот работаю в виду с соседей, на ярмарках очень участвую, да, в всех ярмарках. Угу. Это также хорошо, как моторика тоже улучшается. Я читала, что рукодельницы, да, которые именно руками что-то делают, они, ну, как бы, не быстро стареют. Угу. Угу. Потому что у них моторика всегда, как бы, развита. Угу. А сегодня вообще что, скажем так, популярно? Это вот те же браслеты по дате или же бусы какие-то, да, вот что? Бусы в первую очередь сейчас в тренинге, потому что, как бы, браслеты по дате рождения, это как-то уже второй план. Отошло немного. Отошло немного. И сейчас уже, как золото и серебро, именно биколор могут. Раньше же было, если серьги у тебя серебро, то обязательно серебро. Ага. Сейчас такого нет. Всякое разное можно миксовать, что-нибудь, какой-нибудь цвет сделать и так далее. Ну, многогранность. То есть, например, вот такое калия, это сейчас в моде, трёхслойное, двуслойное, здесь может быть там сипью, да, и так далее. Можно там открывающуюся какой-то, ну, меняющуюся подвеску и так далее. Ну, вот, я бы, например, купила вот это и сама бы, чтобы что-то добавила. Это вот три разных соединения же, да? Три разных, да. Здесь вулканическая лава есть, да, вот серкона для красоты и вот из нержавеющей стали именно вот. Вот такая красота. Под золото. Под золото, да. Прямо очень богатая сипьяница. Да, да. Ага, здесь у нас, ну, жемчуг на все времена, да? Да, жемчуг на все времена. Жемчуг на все времена. А вот здесь уже трансформер идёт. Ой, как красиво. Вот здесь трансформер идёт. Это будет, получается, четыре в одном даже. Причём сейчас ведь украшения, они... Вот раньше, если мы делили, да, на вечернее какое-то колье, да, там, которое днём не наденешь. Сейчас, мне кажется, наоборот, да, можно вот даже... Почему бы и такое, да? Вот такая именно раскреплённость сейчас очень, кажется, все стали именно вот излагать свои вот такие идеи, стиль как-то, вот, знаете, и так далее. И даже вот на солнце, наверное, наоборот, ещё круче, наверное, смотрится, когда всё блестит, да? Ага. Люди тоже именно разделяются в такие типы, да, минимализм, который именно любит минимализм, да? И вот, который именно как в народе говорят сороки. Да, да, да. Сороки, они и есть и сороки. Так, ну что, я уже не закончила. Ага, я эту сторону сейчас покажу. Берём сперва кремпы. Кстати, это даже не кремпы, это я тоже через методом проб и ошибок пришла к этому. Это маленькие ставки. Кремпы, они не очень удобные, они как бы ненадежные. Ага. Вот так. И это уже техника идёт. Здесь думать особо не надо, просто навыки, техники. Видите? Ага. В машине я уже вижу всегда, как закрепили, на чём закрепили и так далее. Кстати, ещё хочу посоветовать не брать китайский именно трос, потому что они со временем ржавеют, да, потому что всегда, ну, солнце, ярко, ну, ярко, жарко на улице, поэтому они могут огосляться. Ага. Ага. Прям такой запах будет. И если, вот, например, на чёрном можно ещё, вот на белом они прямо вот между гусинами чернеют. Ага. Плюс ещё, наверное, от кожи вот, когда потеешь, да. Ага. Ага. Или купаешься, допустим, да, тоже вот это всё. Ага. И я обычно пропускаю вот такие два-три ряда, чтобы ещё более, чтобы надёжно было. Так, нанесываю. Кстати, это калей я первый раз делаю, но давно хотела сделать, но имя... Ой, подвернулась именно вот такая... Такой шанс. А такой шанс, ага. Что приехали мы. Да. Существует именно несколько вот именно техники, но мы взяли именно вот с протекторами, потому что вот они красиво, ну, красивее смотрятся. Если спереди, то я всегда использую именно протектор. А если сзади, да, например, чокрит и так далее, то там уже идёт. Закрепили. И сейчас берём обжимные бусины. Ага. Да, 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 да. Любой момент можно будет подвескивать. Ага. Так, потом вот бусиньки, да? Ага. Две бусиньки проневаем, потом именно... Ага. Чтобы красиво было, да, смотрелось. Я всегда вот глину проверяю. Хорошо. Как инь и янь, да? Ага. Как инь и янь. Отрезаем. Стороночку ныше. И уже таким же методом тоже закрепляем одну сторону. И эта закрепляющая часть чуть сложнее. Когда на мастер-классе, когда мы делаем, они говорят, так просто оказывается такое украшение именно создавать. Когда сам пробуешь, да? Ага. Сам пробуешь. Потом после вот именно эфира вы тоже заскажете. Оказывается, так делается. Так. Ага. Вот теперь тоже в обратную сторону эту. Продеваем через две бусиньки. То же самое. Да? Продели один. И второй. Ага. И обычно руками делаем. Это как медитация. Можете во время вот этого смотреть сериалы, поговорить, да, слушать музыку, поговорить именно. Здесь мы можете поговорить. Вместе можете сделать. Ага. Все. Мы закрепили. Сейчас отрежем часть. Берем вот так. И просто отрезаем. И все. Сейчас обжимные бусины. И почти одна сторона у нас готова. 80%. То есть вот у обжимных бусин, протекторов и так далее, да, соединительных колец у них всегда разные размеры. Ага. Когда делаешь, то уже ты знаешь. Вот одна часть у нас уже готова. Закреплю вторую часть. Так, мы завершили, да? Да. Две части. Первая и вторая. Потом расскажу, почему. Вот берем карабин. Это у меня магнитный, да? Он очень хорошо держит. И удобно, наверное, в пользовании, да? Раз, и все, да? И все. Не надо там цеплять, без кучок открывать. Да, и как бы тебе и зеркало не надо, просто натянул, и все. Вот берем именно соединительные кольца. Две штуки. Они такие маленькие, но без них как бы ничего не делается. Это все на этом держится. Без них ничего не будет. Ага. Берем. Мы всегда открываем от себя, либо на себя. Никогда не делаем вот так, потому что форму не теряем. С одной стороны закрепляем. И закрываем. Соединяем. Ага. А с другой стороны то же самое. Ой. У них всегда вот такая часть есть, которая уже как бы подготовленная часть. Поэтому вам уже не трудно будет. Самое главное от себя и на себя. И таким же методом закрываем. Вот одна сторона у нас уже готова. Они очень надежные. У меня всегда спрашивают, они как бы не потеряются и так далее. Нет. Такого у меня случая не было. Открываем от себя, либо на себя. Ну, неудобно на себя. Угу. И таким же методом закрываем аккуратно. Все. Вот это у нас уже тоже получился трансформер. Красота. Ага. Какие. Вот они уже сидели вместе. Берем теперь, я уже подготовила. Вот это именно дерево, как аллукмас, да, у нас очень именно любят. Очень любят. Как бы это, ну, если символ роста, процветания. Как дерево. Расти все в жизни. Человек растет, учится и так далее. А сзади у нас перламутр. Это уже самое, что вы видите. Угу. Сочетание такое. И мы будем делать сейчас уже открывающуюся берегу. Сейчас уже такие стали делать, которые очень... Ну, со стразами, да? Да, со стразами. Угу. И с этой стороны у нас уже без страз. Это черный агар тоже самое, что и эта. Угу. Берем эту часть. То есть, если у вас навык будет, как бы такое колье можете создать за 20-30 минут максимум. Ну да, вот у нас буквально 20 минут прошло. Ага. И Галина ловкими своими руками, пальчиками, мастерски. А вот дизайн, это вот все сами придумываете, да? Фантазируете? Да, у меня... Какое колье... Самое хорошее. У меня всегда спрашивают, а как вы дизайнами направляете? Например, вот такого, да? Либо вот возьмем колье вот, если что, речим на женщину. Я не рисую. Я не умею рисовать. Сразу в голове, да? Сразу в голове, как... Оказывается, люди творческие тоже так разделяются. Логическая именно логика, да? И вот, которые именно рисуют. Да? И вот поэтому у меня только вот творческий взгляд и все. Я на ходу вот так делаю, делаю и уже в процессе тоже только начинаю. Вот на примере этой колье я придумала только утро. Угу. Так. Перед вами. Перед нашим приездом. Да, перед вашим приездом. Перед вами. Вот так одели. Это один взгляд, да? Сзади, например, вот дерево. Вы идете на девичник, либо на день рождения и закрепили. Красота. Это первый момент. Ой. Второй момент. Например, деловая у вас встреча или работа. Урбашка в неделе и то же самое с черным агатом. Вы можете менять подвеску по-разному. Это уже как бы будет в наборе, да? Некоторые у меня на ярмарке обычно покупают раздельно. Если я сет какой-нибудь делаю, то они хотят именно подвеску. Я им и продаю подвеску. Угу. Вот так. Можно менять подвеску. Открываем ее. И длина. Сейчас длинную сделаю. Вот эту тоже оставляю. И отсоединяем с этой стороны. Угу. И вы можете уже как бы одеть вот так, да? И закрепите здесь что-нибудь. Либо наоборот с той стороны. Если с водолазкой и так далее. С рубашкой можно, да? С футболкой. И то таким образом. И все вот открепили отсюда. И у вас уже все. И это как бы у вас набор улучшен. На все случаи жизни черной. К разному можно, да? Да, черно-белые, они никогда не выйдут из моды. Угу. Поэтому учили вот такой. Да. Из натуральных камней. Угу. И вот такой набор. Или можете вот отдельно носить. Здорово. Я хочу поблагодарить Галину за то, что сегодня, ну вот лично для меня, да, такое небольшое открытие того, что можно и нужно, скорее всего, приобретать и делать своими руками, что очень важно. Украшения трансформеры, которые вот всегда, навечно останутся с вами, да, которые можно сочетать с любыми, с любыми образами, да, делать так, как нравится, под настроением, да. Вот так и будет. Да, и действительно, ну это здорово, правда. Галина, вам еще раз огромное спасибо. И мы приступаем уже к второму мастер-классу. Что это будет за мастер-класс, узнаем в следующем выпуске. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok